Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня я хотела бы рассказать вам о растениях, которые используются для создания бордюров. Но прежде всего начнем с того, что же такое бордюр. В садово-парковом строительстве под этим термином подразумевается рядовая постатка растений, различных растений, небольшой высоты. Как правило, она не превышает полуметра, которая окаймляет цветник, либо дорожку, газон, либо какой-то объект. Существуют различные типы бордюров. Как правило, в пейзажном стиле или английском стиле используются свободно растущие бордюры, не подстриженные, из однолетних, либо многолетних травянистых растений. В регулярном или классическом стиле используются бордюры, создаваемые из стриженных кустарниковых растений, которые имеют более четкую геометрическую форму и подчеркивают строгость линий цветников. Если с однолетними растениями при создании бордюров все более-менее ясно, то стоит определиться, какими качествами должны обладать многолетники, которые мы используем при создании бордюров. Но прежде всего эти растения должны сохранять декоративность на протяжении всего сезона вегетации и выглядеть красиво с весны до осени. Если мы используем многолетние травянистые растения, то прежде всего эти растения не должны сильно расползаться, должны сохранять достаточно плотную, компактную форму, иметь хорошую густую листву и быть относительно устойчивыми к заболеваниям и вредителям. Так, чтобы при каких-то неблагоприятных погодных либо климатических условиях они у нас не приобрели неопрятный, нехороший вид. Какие растения мы можем выбрать для бордюров? На мой взгляд, пятерку лучших составляют следующие виды. Прежде всего это хосты. Хост, который используется в садоводстве, несколько видов. Но чаще, конечно, используются непростые видовые хосты, такие как хоста овально-листная или яйцевидная, хоста ланцетно-листная, хоста зибальда и другие виды. Чаще всего используются садовые гибриды, сорта хост, которых на сегодняшний момент очень много существует. Их зарегистрировано более 300 сортов. И это количество постоянно растет. Естественно, вы можете выбрать сорт, подходящий вам по внешнему виду, по тому, как он развивается. Но стоит учитывать, что пестролистные хосты в тени будут частично терять свою декоративность. Но в то же время желтолистные хосты могут на открытом солнце также быть недостаточно красивыми. На них могут появляться солнечные ожоги. То есть для создания бордюра, если он имеет большую протяженность и размещен в различных условиях освещенности, лучше предпочесть сорта с однотонной окраской листа, которые будут хорошо смотреться как на освещенном месте, так и в тени. Также очень хорошим и эффектным растением для создания бордюра является очиток видный. Современное название этого растения – очитник видный. Все вы наверняка видели это растение неоднократно. Оно хорошо выглядит как в момент отрастания сочных мясистых листочков, так и поздно осенью, когда оно цветет. Это растение очень легко размножается и хорошо себя чувствует как на песчаных почвах, недостаточно хорошо снабженных влагой, так и на плодородных участках. Также для создания бордюров можно использовать популярную на сегодняшний момент такую культуру, как лаванда узколистная. Этот бордюр для мечтательных натур, поскольку он будет придавать вашему участку неповторимый аромат. Кроме того, лаванду легко достаточно поддерживать в аккуратном состоянии. Ее можно подстригать, чтобы она сохраняла красивую компактную форму. Но единственным недостатком этой культуры может являться ее недостаточная зимостойкость, которая выражается в том, что при избыточной влажности почвы в зимнее время лаванда может выпадать, выпривать, и ваш бордюр будет терять, конечно, свою эффектность. На более легких песчаных почвах, там, где легко уходит влага почвенная в зимний и весенний период, лаванда чувствует себя достаточно хорошо. Также можно порекомендовать такое растение, как ирис злоковидный. Этот вид ирисов встречается нечасто в садоводстве. Он очень интересен своими узкими, темно-зелеными, блестящими листьями и приятным запахом цветков. Цветки, на самом деле, у него, конечно, не самые эффектные. Они находятся практически на уровне листвы. Они не выступают вверх, как у большинства гибридных и других садовых ирисов. Они практически полностью спрятаны листьями. Но эти цветы, они очень хорошо и приятно пахнут. Это, как правило, происходит в условиях Беларуси в конце мая, начале июня. Пахнут они сливовым вареньем. Сохраняет это растение декоративность при выращивании на одном месте до 10-12 лет. То есть это хорошее растение, которое можно использовать для бордюров. Еще одним приятным растением, которое легко переносит различные условия, является лилейник малый. Это видовой лилейник, отличающийся небольшим ростом, на что указывает его название. И цветет этот вид в конце мая, начале июня такими лимонно-желтыми яркими цветками, не очень большие вылеченные. Это растение тоже хорошо выглядит на протяжении всего сезона. Однако стоит учитывать, что лилейники предпочитают более влажную почву. Они, конечно, будут неплохо расти и на достаточно сухих участках. Но все-таки, если у вас песчаный солнечный участок, предпочтение стоит отдать другим видам для создания бордюра, чтобы этот бордюр у вас смотрелся декоративно весь сезон. А какие же кустарники можно использовать для создания бордюра? В мой топ 5 лучших кустарников для бордюров входят следующие виды. Прежде всего, это Барбарис Тумберга. Это растение очень компактное само по себе. Растет относительно быстро. Имеет большое разнообразие сортов по окраске листвы. Вы можете создать как зеленый бордюр, так и желтый, и бордовый листвой. При этом, при выборе сорта ориентироваться следует именно на окраску листвы. Поскольку все-таки бордюры из кустарников лучше подстригать, чтобы они выглядели более эффектно. Следующим кустарником, который выглядит очень хорошо именно при бордюрной посадке, является спирея японская. Особенно такие ее сорта, как Little Princess, Golden Princess, также будет неплохо выглядеть в бордюрах спирея Бумальда. Еще один кустарник, который хорош именно в стриженном виде, и при этом он практически не теряет обилие цветения, это лобчатка кустарниковая или курильский чай. Этот кустарник также можно использовать для создания аккуратных бордюров. Ну и наиболее популярный при создании бордюров в классическом садово-парковом искусстве самшит Вечно Зеленый. Это кустарник, ну как видно из названия, Вечно Зеленый. У него действительно сохраняется весь сезон зеленые листья, он сохраняет эту зелень и в зимнее время. На мой взгляд, этот кустарник следует подбирать по месту выращивания. Далеко не во всех климатических зонах его можно использовать для создания эффектного, хорошего бордюра. Если в вашей местности бывают бесснежные зимы с морозами, этот кустарник явно не для вашего климата. Еще одним кустарником, который пригоден для создания бордюров именно, является снежноягодник белый. Наверняка вы встречали этот кустарник в озеленении, он очень распространен, неприхотлив, отличается быстрым ростом самого кустарника, сами побеги у него быстро, хорошо отрастают, но при этом он отличается небольшой высотой, аккуратным листочком, что тоже немаловажно, если вы подстригаете свой бордюр. Возможно, есть какие-то еще другие виды растений, которые будут чувствовать себя в бордюрной посадке хорошо именно в вашей местности, но я рассказала о тех основных видах, которые, в принципе, достаточно хорошо выглядят в озеленении как европейской территории России, так и Центральной России, и территории Азиатской, и Казахстана. Предлагаю задавать вопросы в комментариях к этому видео. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok